привет народ всем привет ну что ж мы выбрались на коп это будет первый коп у нас в сезоне он у нас недалеко возле дома так сказать набить руку и наслышать ухо вспомнить старая да все знаете весна по вылазили кто клещи совершенно верно клещ это вообще у нас бич наших мест его становится все больше и больше переносит различные заразы смертельные заболевания ну не будем устраивать вам страшилки все-таки это не наша цель носим их уже третий сезон принципе у нас на них нет никаких нареканий для трех сезонов и для активного там копалки ковырялки в земле то есть частых стирах наверное у нас стирок было около 50 уже потому что после каждого копа костюм приходится стирать что в них интересного весь принципе пропитан составом который буквально умершляет клеща и не дает ему двигаться и оставаться на костюме несколько раз я сам видел когда клещ садился полз какое-то расстояние либо забивался в ловушку и там помирал ловушек кстати здесь достаточно много либо просто свалился с костюма костюм водоотталкивающий если его после стирки было правильно погладить утюгом то он закрывает поры и становится влагоотталкивающий то есть от какого-то небольшого дождика там вот когда при копе там вы можете ходить и скачу то вас раз там поморосило капельки прямо остаются на костюме на рукавах у нас везде манжеты для того чтобы клещ не пробирался такие же гульфики заправляются в сапоги здесь тоже стоит ловушка также обработана составом сам костюм достаточно хорошо дышит вот у него есть сетка сетка выполняет две роли во первых при прокусывании комаром она не дает зафиксироваться хоботку хотя эта ткань также комаром не прокусывается потому как она является защитой не только от клеща но еще и от комара также сетка дает прослойку между телом и внешним слоем куртки для того чтобы происходило испарение куча карманов это вот внутренние для документов каких-то тут карман тут карман тут карманы тут карман для ножа есть карман для рации есть капюшон вот такой вот мы в принципе застегиваетесь достаточно хорошо наглухо вот так вот между штанами и верхом также все заправляется ребят штаны и клещ не может опять же попасть клещ по своей природе ползет вверх и опять же задерживается в ловушке в которой погибает в общем за три года лазания по всяким дебрям и клещевым рассадником у нас не было в принципе ни одного укуса мы этим довольным я купил такие костюмы для гуляния с собакой и сыну есть детские размеры практически вся линейка и жене есть женские костюмы женские покрое которые очень хорошо смотрятся немножечко отступлю ребят от рассказа об этом замечательном костюме и покажу вам нашу обувь обувь просто вот просто из-за того что она удобная вот такие вот сапоги защита от прокалывания киварова защищенный подносок толстая кожа рожа из молодого поросенка гималайского и они еще не потеют достаточно хорошая такая вот вентиляция выбирайте что-то похожее в принципе эту обувь я не знаю будем называть не будем называть но потом в личку если кому-то будет интересно пишите я вам напишу расскажу что это за обувка от какой компании нам нравится носим второй сезон одно удовольствие многие вот сейчас у нас плюс 24 где-то плюс 23 ногам не жарко комфортно все хорошо что-то вам хотел еще мишка рассказать про костюм биостоп здесь есть еще один удобный карманчик расположен он здесь на капюшоне летом когда много всяких разных кровососущих комаров слепней вы можете защитить свое лицо достав отсюда сеточку она пристегивается молниями плотно что далеко ходить прошлом году мы ходили за грибами в тверской сезон слепневый мне было комфортно жарко честно жарко было комфортно ну что ж вот такой ребят краткий обзор и я надеюсь скоро мы вам покажем новые модели компании биостоп это летние легкие костюмы для жаркой погоды и для защиты от клеща а вот это вот костюмы я бы рекомендовал и нам и вам а мы сейчас будем менять тоже три года это уже достаточно большой срок производитель называет срок защиты работы химии два года и 50 стирок вот это мы свои 50 стирок уже скорее всего от стирали на раннюю весну и вот позднюю осень это очень хорошо чуть-чуть берите по свободнее чтобы можно было если что взять и поддеть что-то теплое под него прекрасно ходить вот осенью весной что мы принципе сейчас и будем делать в общем вот так вот будьте защищены защищайте себя дорогих любимых защищайте свою семью производителем компании биостоп я бы пожелал ввести в линейку одежду для собак различных пород на маленьких средних крупных потому что пироплазмоз который от которого страдают собаки при укусе клеща это просто целая эпидемия во время весеннего гона этого клеща назовем так гона да потому что гонит он конкретно кусает все что может поэтому мы весной даже но не гуляем просто многие собачники не гуляют весной с собаками и все ветклиники просто завалены собаками которые умирают в течение двух-трех дней если им не сделать специальный курс лечения не прокапать а препарат которым прокапывают и возможности ветклиник ограничены и целая бойня идет на самом деле среди хозяев как кто будет когда капаться это очень неприятное зрелище и я раз 5 6 на уже попадался своими немецкие овчарками в такую ситуацию благо мы заранее закупаем этот препарат на каждую весну чтобы он у нас был как то вот так все нам удачного копа ну а с вами мы встретимся на реке в поле ну или на копе погнали мы копать ну собственно ребят забрались мы в такой вот овражек здесь он вытекает к пойме реки и пытаюсь посмотреть на нем что-то может будет все-таки с полей несет водой постоянно монеты какие-то всякую мелочевку мощью подмыл а можете вымола самого врага так гера пошел по русло я пойду схожу пойду поднимусь вверх по краю посмотрю может быть что-нибудь тут на краю и осталось ну что ребят начался дождик да и так видно принципе что здесь ну нифига не хорошего поедем переедем в другое место так этим временем планета подала мне сигнал сейчас мы посмотрим что то что мне там так завещала в комке на в комке что-то интересное что-то стабильное наверное пробка водочная вот он там где что-то небольшое хорошо чувствую так здравствуй царицы полей вообще хочу выразить благодарность инженеру который придумал бутылку закрывать такой пробкой огромное тебе спасибо долгих лет тебе жизни здоровья всяческих благ ворона прилетела уклад клад каркает пацаны найдут клад я знаю так ты с таким настроем можешь идти домой вот и давай двигай поле под распахали прошлом году там он трактора ездят дискуют это хорошо кстати был небольшой дождик ты промок я тоже хотя мы видите мы ткань не гладим как бы не используем ее как от дождя у нас есть для этого финтрейл когда в принципе вы ее постирали вы ее прогладили при температуре вроде 160 градусов там есть инструкция к костюму и там специально закрывают и она становится влага непроницаема монета монетка 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 есть у болин о блин какая она какая она 1700 что это за монета я и понять ребят не могу что это орел вижу были вот эта бума орел молодой и миша не куда-то свалил елы-палы ну сохран конечно че сожрал это такая 1700 171 вижу деньга деньга ребят ладно почистим дом посмотрим это за зверь такой уже хоть что-то уже хоть что-то и долго копал тут вот у звенела не звенела уже хотел бросить это дело тут здесь до нас он копался может тут распаха начать горшок представляете горшок будет распаха выход у нас тренировочный рима особо мы здесь найти ничего не планируем много как обычно это бывает где не планируешь найти там и находишь правильно мы переместились метров наверное на 800 находимся все на той же дороге вот видно дорога уходила ну угадывается дорогу она вообще старой дороге на был широкий тракт и мы видели в твери не в твери и земных видели вот дорога была метров но не знаю вот сколько можно было проехать ширину потому что по осени дорогу разбивали телегами лошадьми мы соответственно ехали там где можно проехать то есть дорога это достаточно широкое место можно сказать направление вот здесь любят проходила старая дорога которая шла на дмитров посмотрим может что и осталось здесь что эти места по выбили люто уже где здесь еще не по выбито в подмосковье у меня чувствительность такая же китайцев чувствует приятно но шумно вот эти разговоры все их знаешь отвлекают они от копа и индейки антон для них они тоненьким пунь надо поменьше чувствительность на сделать у меня доделся чувствительность такая миша что я даже не доставая из кармана с моски знаю текст блин он их снимает с телефона и мне прямо в наушник рассказывает чё за могильник такой на мешай земля две кучи вот одна он 2 железного мусора на поверхности нету ребят пулю нашел 762 еще наполеоновская наполеоновская пуля ребятки о видите какая в мушкеты вставлялась ну что ж берем я думаю кто же тебя туда закопал то так ладно на излете пробив фашистское крыло она воткнулась землю которую защищала всех ребятки с праздником победы над фашистской германии что ребятки заедем сейчас еще одно место бита перебита перепели бита здесь даже пробки выкопанные унесены скажу так в этом месте да всего одна пробка в общем наш тренировочный выезд супер тренировочный супер тренировочный составе так ну день будет тем не менее нашел я сезон открыл вот он советы ну и у меня также звенел советный какой-то ну так ищи вот он вот он эта штуковина советская которая да она такой интерес бронзянка да какая-то похожа на какую-то может даже кусок пуговицы какой-то потом от моим посмотрим что такое так ну наличие цветнины говорит о том что в этом месте после того как здесь срубили березы никого не было ну а гирька пуговка ну ребят на местечко там и такое не прошарен еще нашли сломанная правда чуть-чуть да вот такая пуговка дичка это узорчик даже на ней был отлично да у срубит рады еле-еле сигнал еле-еле сигнал еще один сигнал интересный сейчас посмотрим что там о вот это нечто а что это правда блюдечко что ли какое-то а меднина это ребят медная какая-то деталька то ли вот лампы то ли от смовара чего-то короче вот с такой дыркой обязательно закапывайте за собой ямы тут он на этом же поле тут немножко с другой стороны дебилоиды какие-то ничего за собой не закопали а нарыли ямы как будто шурфили а потом ругаются те кто здесь косит занимается полем достается всем так ну что ж народ у меня очередной сигнал сразу нашел какая-то белая штука непонятная у меня звенит интересный судя по весу свинец свинец какой-то нашелся у меня пока непонятно что это такое вот ребята нашел цепь еще древние римляне на нее заковывали гладиаторов и по всем признакам это была цепь как раз спартака ценная находка придется взять ну вот опять все признаки того что рабовладический строй начинал свой путь по миру именно из этих мест вот цепь раба ивана горемыки ребят очень очень это прискорбно конечно ну уже в те времена была письменность вот видно выбито клеймо именное что делать придется тоже взять с собой что-то большое такое железное давайте копнем терять особо нечего да да вот оно это большое нет ребят определенно определенно про рабовладельческий строй я был прав вот опять она цепь это уже яшки забулдыги цепь вот видно набита цепь имя что-то надо с этим делать надо освобождать от гнета берем с собой тоже так а у меня очень похоже на совете ну что-то звенит где-то вот здесь будем посмотреть будем поискать у ребят нашел что-то такое что-то такое на украшении что какой-то или какой-то хренюречки это заковыкинка такая вот непонятная штучка такс вот что то есть 10 копеек старый год какой 50 что крутяк василич 10 коп 10 копеек ну все я тоже сегодня аманитился ну вот ребят посмотрите еще одна пуговка гирька такая маленькая красивая пуговочка вау что красавчик такая вот сломанная правда еще одна пуговка ладно возьмем в стол находок мы хотим потом ребят сделать стол под стеклом крышку у него стеклянная будет и всякие вот такие вот находочки которые мы находили там вот ковки гирьки какие-то интересные бижутерия еще 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 что-нибудь все будет складываться туда и потом будет гостям очень интересно все это рассматривать ну чё ребят вот мишаня монетился у нас тоже я думаю пора ехать все-таки домой то что зря время тратить надо лучше подготавливаться к серьезному хорошему походу нежели заниматься вот этим баловством на битых перебитых местах так мы скажем так жабры намочили хороших копов намечается это сибирский коп будет может и по золотишку пройдемся да на старых приисках где уже в отвалах пороемся да в общем посмотрим может какой-нибудь самородок за самородим ребят мишаня ждет не дождется деуса своего и пока ждет он меня гоняет видите подойди-ка посмотри-ка что у меня тут нет бы копнуть лопаткой да ребят ну вот мишаня здесь а монетился я там нашел свою деньгу ну и все наверное надо сва-ли-вать домой вот ребят хочу передать пример вот этому дебилу который я мы вот такие выкопал а закопать их забыл дебил тебе привет закончили мы наш сегодняшний тренировочный коп ну главное ребята что мы рассказали как спасаться от клеща проверенным способом потому что у нас ни одного случая не то что укуса а просто даже мы не принесли ни разу этих страшных зверюк никуда не в вездеход ну а как сами знаете накопит и как комбайн прешь там по траве по всему и без клеща остаться тяжело каждому по клещу а этой сволочи все больше и больше так что заходите на сайт биостопа выбирайте себе заказывайте пользуйтесь может полезны пока всем пока пока